Здравствуйте, с вами Олег Богданов. Будем подводить итоги уходящей недели. С нами Данил Заталогин, консультант финансовой платформы Битбанкера. Данил, добрый день. Сейчас половина 3.14.26 по московскому времени. В данной минуте ситуация на рынках выглядит достаточно спокойно. Биткоин находится на отметке 63 ровно сейчас. На эту тему мы поговорим, подведем итоги на криптовалютном рынке. Но сначала классические рынки. По итогам недели все складывается благоприятно. Дело в том, что последняя мантра на рынке, последний такой алгоритм торговли, это если данные выходят плохие или хуже ожидания, то мы торгуем, естественно, снижение ставки, а это позитивно для активов, для рынка акций. По итогам недели, вот на данный момент, конечно, сессия не закончилась, а американская не началась, но лучшие рынки в Европе, там уже очевидно, что ДЦБ в июне снизит ставку рефинансирования. Индекс DAX вырос почти на 3,8%. Французы на 2% выросли, Португалия на 3% выросла. Американский рынок подрос на 1,5%. Естественно, данные по клеймсам, недельное обращение первичное за пособием по безработице вышли хуже на много ожиданий, подскочили с 207, с 205 до 231 тысячи. И сразу вспоминают Паула, который говорил, что нам нужно дождаться только охлаждения на рынке труда, и мы сразу снизим ставку. Вот это был такой ключевой момент. Естественно, рынки пошли вверх, доллар снизился. По итогам недели пока нулевая динамика, но судя по тому, что происходит в пятницу, можно ожидать небольшого снижения индекса доллара. Ну, то есть к основным валютам. Не произошла интервенция в июне, об этом говорили. Ена опять начала, так сказать, ослабеть. Ближе перешли уровень 155. Заговорили японские власти об очередных интервенциях, но пока их нет. Ена выглядит, естественно, слабее остальных валют. Хуже остальных выглядели рынки развивающиеся. Это бразильский рынок, российский рынок. Ну, на российском рынке акция торговля такая была достаточно праздничная, будем говорить с малой ликвидностью. Активность невысокая. У нас индекс Мосбиржи на 0,2% по итогам недели. А хуже рынка был индийский рынок. Акция упала на 0,9%. Облигации американские аналогичная динамика. Все связано и завязано как раз вот на эти ожидания движения процентной ставки. Облигации доходности чуть снизились, не сильно. Ушли вниз где-то на 4-5 базисных пунктов по итогам недели. И еще нужно, конечно, про Банк Англии сказать. Они тоже пошли в том же тренде. Намереваются, намерены снизить ставку рефинансирования. Но, скорее всего, это уже в июне случится. Фунт немного нырнул вниз, но в итоге остался на уровне чуть выше 1,25. Российский рубль у нас свои интриги. Я об этом уже говорил. И правительство новое, старое, новое, старое, будем так говорить, практически не изменилось. Состав, во всяком случае, на данный момент мы знаем, что премьер тот же, министр финансов тот же. Ключевые министры тоже, может быть, их, так сказать, местами переставили. Но, как бы, у нас сумма не меняется от переменными слагаемыми. Поэтому рубль достаточно торгует свои внутренние, так сказать, лейтмотивы, о которых я говорил. И слабеет 92 рубля 20 копеек. Но пока рынок неполноценный, потому что банки закрыты. И такой реальной торговли серьезной не происходит. Криптовалютный рынок. Вот переходим к теме криптовалютного рынка. Я вот скажу динамику за 7 дней по большой десятке. Ну, то есть, основные 10 самых высококапитализированных криптовалют. Биткоин. Вот, несмотря, вот, Данил, мы говорили, 63-62 в этом диапазоне уже неделю топчется. Но по итогам 7 дней плюс 6,5% получается сделал биткоин. Эфириум на проценты 0,7 вырос. Лучшая валюта, вот, одни из лучших, это Солана плюс 12%. И Тон, это валюта Телеграма, я так понимаю, да, дурова. 32% хорошую динамику показывает. Там, по-моему, какие-то показали инвестиции одного из инвестиционных фондов крупного. И они хорошо выставили. Вот такая динамика. Данил, вот мы с вами в понедельник на эту тему говорили. Вы сказали, если мы отстоимся там 2-3 дня в районе 62-63, то дальше движение только вверх. Учитывая, что золото уже, так сказать, трендит вверх туда к максимуму. Исторический биткоин пока стоит. Что мы ожидаем от рынка? Ну, в общем, консолидация идет, и я ожидаю на следующей неделе мы должны потрогать 70. То есть, в принципе, что, вот, как можно сейчас рынок характеризовать? У нас сжимается волатильность, да, то есть она проваливается, проваливается, проваливается. Соответственно, разжатие волатильности с ростом, ну, вот, как бы, я бы прогнозировал, что на следующей неделе мы должны куда-то там 68-70 туда сходить. Причем, у нас теперь новая стилистика, да, в нашем драм-кружке теперь разыгрывается пьеса по-новому. То есть, мы, в принципе, можем пятницу, субботу, воскресенье, понедельник упорно расти. Вот, то есть, в принципе, мы можем это увидеть в ближайшие, там, 4 дня. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, да. А во вторник-среду немножко так подкорректироваться, вот. Благо, у нас там еще и CPI на следующей неделе. Вот, поэтому, в принципе, мы можем расти до новостей по CPI. А почему драматургия изменилась? Новые артисты появились или режиссер поменялся? Что случилось? Ну, артисты у нас все те же, как бы, все те же на манеже, да, как говорится, но вот у них теперь новая фишка. То есть, у нас теперь по-новому, как бы, в принципе, вот эти фишки, они меняются, да. То есть, например, там, до этого мы любили торговать понедельник вверх, вторник вниз, в среду мы приходим в себя, четверг мы пододвигаемся к экспирации прошлой недели. Сейчас мы теперь, значит, по-другому. Пятница, американская сессия мы выдергиваем, суббота, воскресенье растем, понедельник доращиваемся, потом успокаиваемся. Ну, то есть, ну, такой паттерн последние две недели работает. Вот, но... А сегодня был сплекс такой, это экспирация, да, вот туда ушли, на 64, да? Да, да, причем вчера, вчера, если мне память не изменяет, на азиатской сессии, но в конце азиатской сессии, то есть, примерно там, в середине европейской сессии, вышел неожиданно покупатель, который пошел выкупать колы на 63-й страйк. По сути, это опционы нулевого дня, да, ну, то есть, они экспирировались на следующий день, 8 UTC, 11 по Москве. Вот, ну, как бы, он там вырвал такой неплохой объем, вот, ну, и как раз сегодня завезли на экспирацию за 63. Вот, в принципе, у нас тоже такие стали появляться тенденции, то, что байер выходит, ну, понимая, да, куда повезет, исходя из понимания потоков, как бы, это тоже довольно интересный индикатор, но он появляется уже за 1-2 дня, то есть, смотреть на то, как подергивают, то, какая активность на каких страйках начинает проявляться, там, в сгорающих обстоятельствах. Вот. Да, вопрос традиционный по притокам-оттокам, потому что, насколько я видел, один день отток, второй день приток, ну, оттоки небольшие, ничего существенного, да? Да, ничего существенного. Я думаю, просто разыгрывается какая-то своя история, вот, четко видна консолидация, четко виден присутствие покупателя в рынке, то есть, у нас работает покупатель, был продавец, продавец ушел, вот, сейчас у нас в рынке выходит покупатель, он работает, аккуратненько собирает стейки, есть подозрение, что это делает Bitfinex, да, то есть, Bitfinex, основной имитент тезера, то, что они аккумулируют пакет, то, что они аккумулируют позицию биткоина, вот, но покупатель работает в стакане ПВО по его виду, но он не работает, причем он работает, причем он не работает на американской сессии, но, то есть, он, нету такой четкой сессионности, да, то есть, вот, бывает, до этого был период, когда мы четко видели, да, там, а не знаю, азиатская сессия выдергиваем, американская сессия сливаем или что-то, а сейчас, вот, как бы, вот он приходит, начинает работать, отходит, приходит, отходит, вот, но покупатель, покупатель в стакане есть. Ну, неспокойный какой-то получается покупатель, потому что у всех, там, утро-вечер, да, а тут, если он так, с такой периодичностью выскакивает, значит, может быть, это не один покупатель, кстати. Может быть, и не один, да, вот, в принципе, внешний фон сейчас, если там пробежать, то, конечно, внешний фон, там, что-то вот, у нас что-то не получается, еще что-то, но рынок, это же такая субстанция, да, если на рынке всем сказать, что мы будем расти, то, ну, в чем смысл роста? Рост это тогда, когда... Старая истина, если все купят, рынок начнет падать, Конечно, да, рост происходит тогда, когда все не успели, вот, вот тогда рост происходит, вот, а уже, да, когда все купили, тогда будем падать. Ну, еще бывает одна тенденция, это для наших зрителей скажу, бывает так, что все вроде бы стоят в одной позиции, а один крупный, у которого объемы, он в противоположную стоит, и иногда вот эти все, как это, говорится, миллионы мух не могут ошибаться, все иногда вот этого большого выносят, бывают и такие, но это минимальный процент такой вероятности, обычно, если большой человек становится, он знает, что он делает, и тогда вот эти миллионы мух дохнут просто после определенных движений. Смотрите, Данил, вот какой вопрос возникает, ну, рынок стоит в бокову, но периодически возникают какие-то там, ну, в первой десятке историй, да, с тем же тонкоином. Вопрос такой, может ли вот какая-то валюта, которая приближается по капитализации к крупным, быть локомотивом, двигателем, вот куда-то в нее заходят конкретные инвесторы, значит, и в другие скоро зайдут? Можно ли какие-то вот такие выводы делать? Вы знаете, текущий халвинг очень сильно отличается от всех предыдущих халвингов, потому что исторически у нас как было, биток, эфир и потом альты, да, ну, то есть движение ликвидности шло по такой цепочке, биток, эфир, альты. Вот в этот раз альты отменяются, то есть я к тому, что вот токены там, ну, мне кажется, все, что ниже там 15-го места, ну, по факту все, что ниже 10-го места, это, ну, в общем, неинтересно, вот, потому что в этом нет никакого смысла, поскольку, ну, меняется парадигма, вот, и на мой взгляд, в принципе, в рынке стоит играть только три вещи, да, то есть это биткоин, эфир и, ну, и тон, телеграм, все, все остальное, это, ну, просто, как бы, ну, такие игровые моменты, вот, типа, как шиткоин какой-то там возникает, деньги сняли и пропали, собственно, и ушли люди. Ну, да, да, потому что биткоин это у нас такой олдскул а-ля золото, эфир это такие американские смарт-мани, вот, телеграм это единственный, это, как бы, единственный токен, у которого, в принципе, есть, как сказать, воронка юнит-экономики, да, назовем, вот, поэтому это, вот, по факту это три, то есть... Ну, по большому счету и база есть, такая некая платежная система уже сформирована, да? А там все, нет, ну, там все, как бы, там, вот, когда говорят про убийцы эфира, да, и, вот, все говорили, о, убийца эфира, убийца эфира, вот, убийца эфира не может появиться. Убийца эфира появился, вот, и называется это тонкоин, потому что, по факту, у телеграма есть одно очень фундаментальное преимущество, да, очень одна фундаментальная база. Сколько там, 850 миллионов пользователей телеграма в мире? Я точно не знаю, но много, он миллиард хочет, насколько я помню. Ну, вот, вот на этом, как бы, можно и закончить, да, потому что блокчейн, как технология, не является стратегическим преимуществом, потому что, заметьте, все висишники, которые, вот, если вы возьмете эфир, и всю экосистему эфира, и посмотрите, куда идут деньги, деньги идут в технологию, но в адопшн и в продукт не идут, поэтому виси, там, занимаются классической схемой разгонки, да, там, вот, у нас будет layer 3, который там, что-то там, и, в общем, но пользователю он не понимает, в чем идея, layer 2, layer 3, UX UI, ну, то есть, там, UX UI приложение, ну, там вам нужно в голову гвоздь забить, чтобы вы хотя бы, ну, ты не поймешь, ну, то есть, вот, ну, просто, вот, и на фоне этого есть просто Telegram. Все понятно и просто, тем более, Ташелек предлагают, там, сразу, два раза нажал, и новые услуги какие-то, перевод туда-обратно, и очень удобно. Ну, для России есть определенные ограничения, но хотя там тоже можно находить определенные выходы. Следующая неделя, Даниил, ждем инфляцию американскую, то есть, опять криптовалютный рынок затащивается под классические макроэкономические данные, насколько я понимаю. Другого же ничего нет, вроде бы. Да нет, нет. Ну, если там тезер, не знаю, выйдет, напечатает пару ярдов, а так... Ну, это вещь в себе, мы этого, так сказать, не знаем, не знаем. Хорошо, спасибо большое. Напоминаю всем нашим зрителям, что операции с криптовалютой, с фиатными валютами, инвестиционные решения, все это на платформе Bitbanker, заходите туда по ссылке, которая будет под этим видео, телеграм-каналом «Открытая валюта рубль», закрытая тоже ссылка под этим видео. Спасибо Даниилу Затологину, консультанту финансовой платформы Bitbanker. Данил, спасибо. Всем удачи и до встречи. Все, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok